Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о певице Надежде Бабкиной и последние новости о работе антикоррупционного комитета. Сегодня утром пресс-служба организации и лично Никита Михалков сообщил о трагическом событии в мире российского шоу-бизнеса. Известная певица Надежда Бабкина и ее друг Евгений Гор попали в крупный криминальный скандал. Вчера вечером в Москве Надежда Георгиевна и ее друг, возвращаясь с музыкального концерта в районе Таганской площади, устроили крупное ДТП с летальным исходом. Стало известно, что Надежда Бабкина, которая находилась за рулем автомобиля, нарушала правила и двигалась на красный свет, в результате чего был сбит пешеход. Тяжесть преступления усугубляется тем фактом, что погибший мужчина оказался бывшим послом Китая в России Жеси Дином. 55-летний мужчина погиб на месте от полученных травм. Надежда Бабкина и Евгений Гор были доставлены в полицию для дачи показаний и медицинской экспертизы. Никита Сергеевич заявил, что артисты, которые совершают дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом, должны строго наказываться. Это уже не первый случай на российской эстраде. Ранее в трагические ДТП с летальным исходом для пешехода попадали Лариса Долина и певица Жасмин. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Сегодня утром в Москве на Кунцевском кладбище столицы проводили в последний путь родную дочь генерального директора Первого канала Константина Эрнста Александру Эрнст, которая погибла несколько дней назад в Приморском крае в результате нападения уссурийского тигра. К слову сказать, Александра Эрнст – это старшая дочь Константина Львовича от первого брака. Известный актер Стас Садальский, который совсем недавно вышел из комитета, вступил в открытый конфликт с Никитой Михалковым. Станислав Юрьевич собирается открыть свой собственный антикоррупционный комитет и попытался переманить к себе известных артистов. Однако члены антикоррупционного комитета не поддались на провокации и остались работать у Никиты Михалкова. Глава комитета Никита Михалков считает, что Стас Садальский вступал в антикоррупционный комитет ради своих корыстных целей, что в итоге и оказалось правдой. Сегодня утром члены комитета Владимир Винокур, Лев Лещенко, Александр Балуев и Андрей Мерзликин направились в зону спецоперации для проведения праздничных концертов, вручения подарков и денежных премий. Члены организации Раймонд Паулс и Яна Поплавская в результате трехдневной проверки ночных клубов города Москвы закрыли три ночных заведения по причине грубейших правонарушений и неуплаты налогов. Член комитета известный певец Юрий Антонов, который совсем недавно отпраздновал 79-й день рождения, объявил о прекращении концертной деятельности по состоянию здоровья. По-прежнему тяжелым остается состояние здоровья Вячеслава Добрынина, которого пытались отравить два дня назад в центральной больнице города Калининграда. К сожалению, еще одна трагическая новость о членах антикоррупционного комитета. Заместитель организации Никита Александрович Малинин, который совсем недавно перенес геморрагический инфаркт, впал в коматозное состояние. Уважаемые зрители, если вы желаете здоровья членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.